Если без палки пойдешь, значит все, не пройдешь. Упадешь, не встанешь. Узкая снежная дорожка тянется вдоль домов номер 1, 3,5 на улице Лермонтово. Она ведет к пешеходному переходу. Однако пользуются им нечасто. За время съемки большая часть людей нарушала. Перебегали дорогу рядом, в нескольких метрах от размеченной зоны. Посмотрите, как хорошо пройти. Сейчас там съедешь и под колеса. Тут хоть более-менее. Нормальные герои всегда идут в обход. Поэтому такая данность, такие дороги. Есть выбор? Нет. По ним приходится ходить, если получается. Но не у всех. Стариков много в этом районе. И, конечно, очень-очень трудно. Спуск к проезжей части действительно достаточно крутой. Нога в любой момент может соскользнуть. Рыхлый снег лишь усиливает опасность. Местные жители утверждают, что чистят дорогу очень плохо. Татьяна Ивановна не может вспомнить, когда же было лучше, хотя живет здесь почти 50 лет. Угрозу отмечают и случайные прохожие. Не чищено. И, соответственно, опасно ходить. Сосульки висят очень. Чтобы попасть на пешеходный переход, нужно пройти очень близко к краю дома номер 3. Сосульки появились здесь недавно, но уже достигли внушительных размеров. Прошлую партию коммунальщики сбили около недели назад. Внушительные глыбы льда до сих пор валяются по краям дорожки. Пошибали снег. И вот эти глыбы, они вот здесь вот лежали. Вообще невозможно к пешеходному переходу перейти. Так что, конечно, неудобно. Сейчас уже убрали, да? Сейчас вот глыбы убрали, вот они. А вначале вот все было на дороге, несколько дней лежало. К сожалению, ситуация не уникальна для города. В социальных сетях все чаще появляются фотографии со снежными завалами. Люди даже предложили запустить флешмоб и призывают делать селфи на неубранных улицах Рязани, чтобы привлечь дополнительное внимание к проблеме.